Ой, всем привет-привет! У нас на улице такая погода прекрасная. Солнышко светит! У нас Натанюшка сейчас спит очень хорошо. И знаете, я заметила последние два дня он очень хорошо спит. А именно, знаете почему? Потому что я начала просто ему давать бутылочку. Сейчас, наверное, скажут, начнут возмущаться и писать в комментарии, что даже не вздумай давать, потому что ребенок может отказаться от груди. И я слышала уже не первый раз такую версию, но Натанюшка пьет все, любое молоко, вернее, мое молоко с любых источников. Это и бутылка, если даешь, и просто с груди он пьет. Поэтому всегда, когда мама к нам приезжает, или мы в гости приезжаем, я всегда кормлю его не с груди, но кормлю с бутылочкой, потому что это удобно. И он быстренько выпивает. И в то же время, вчера я очень хотела узнать, и сегодня я очень хотела знать, сколько он на данный момент пьет. Потому что, как я говорила, три недели, когда Натанилу было три недели, он пил 200 миллилитров, 210, 215. И это 7 унций, и это было очень много. Мне оказалось это много, но я сейчас понимаю, что тогда, сейчас я зайду, и Васик у нас там, сейчас я покажу. Вон и Васечек у нас тут, на солнышке греется, да? Вот, правильно, правильно, мой хороший. Скажи, Мария, выпустила на уличку, витамин D получать будет, и Васечек, да мой хороший, да мой родной. И скажи, я так скучаю по Марии, у нас всегда, когда гости приходят, и Васечек так ищет ласку, так ждет, так приходит, трется, мой хороший. Поэтому, когда мы куда-то едем, там, с Алексом, куда-то в магазин поехать, или просто у нас свидание мы устраиваем, или просто куда-то поход. И если мама к нам приезжает, то, конечно, мы берем Ивасика, чтобы Ивасик с нами побыл по гулям. В общем, для меня было, конечно, 210 миллилитров, где мой свет, 210 миллилитров, это было очень много. Я думаю, вау, если сейчас на три недели его жизни он так кушает много, сколько он будет потом есть? А я знаю, что это норма годовалого ребенка. И вы мне тоже написали, что типа, ого, он очень много кушает на три недели, типа, это норма годовалого ребенка. Но что я могу сделать? Что, не докармливать его? Нет, он высасывал сам 210 миллилитров, и ему так хотелось. Поэтому я хотела вот сейчас узнать, ему сейчас шесть недель. Ивасичек, наслаждайся, давай, иди пейди. Ему сейчас шесть недель, и я просто хотела реально посмотреть, сколько он съедает. И вот эту ночь я просто сцеживала молоко, и сколько мы раз вставали с Алексом, мы вместе вставали, и я быстренько разогревала молочко, ему Алексу давало, Алекс кормил, и в это же время я сцеживала молоко. И мы просто увидели, я думаю, сейчас 5 уц и нагрело, это 150 миллилитров, сейчас еще надо будет. Но нет, вы представляете, он сейчас кушает не больше 5, и то он съедает 4,5, и уже такой разваренный, это меньше, чем 150, 125, 130. И я такая, ну кушай, кушай, и Алекс такой, ну кушай, кушай, надо допивать. Кстати, вчера Алекс подарил цветы, такие красивые. Они вчера были такие хорошие, свеженькие, а тут головка вон опустила головку цветочку. В общем, он съедает теперь не больше 5 унций. Ну, вот когда он бодрствует днем, то, конечно, он съедает 5 унций, потому что он только проснулся, потом он бодрствует где-то минут 40, и потом уже начинает хныкать, и я говорю Алексу, давай его сейчас подкормим, чтобы до завязочки. И вот это мы ему еще даем, унция 2, это где-то 60 грамм, но он там половину этого съедает, или то пол унция, там 15 миллилитров, выпивает. И все, он спит, и я заметила, что он начал спать очень хорошо. Его можно вот это не подкачивать, хотя в кроватку, когда я ложу его днем, то он долго чуть-чуть засыпает. Вот ночью в кроватке он спит в своей комнате очень прекрасно. А вот днем я его заметила, что лучше ложить в коляску, подкачал, тут же он заснул, и все, я больше не подхожу. И вот уже час 20 он спит, я к нему не подхожу, и мне так это нравится. И я сейчас начала понимать, почему он так, ну, спал мало, и сложно его было уложить днем даже. Даже не могли покушать, позавтракать, пообедать, поужинать с Алексом, потому что он, наверное, он просто сосет, 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 устает. Потом я ему даю, он типа не хочет, показывает всеми силами, не хочет, я думаю, сытый. Оказывается, он просто устает сосать, еще маленький, значит. Хотя, когда надо, он очень быстро выпивает, прям так, первые 10-15 минут без остановки, а потом такой расслабляется, заснет, я его разбужу, ножку по животике почекочу, он проснется и уже потом такой... И потом просыпается очень быстро. А сейчас, когда под завязочку мы его кормим, вот, не знаю, сколько это будет длиться, период, когда я с бутылочки его буду кормить, но зато я сейчас понимаю, сколько унций я сцеживаю и миллилитров за один прием, и вообще за весь день я сейчас веду отчетность, вот, каждый раз, когда он кушает бутылочку молока, именно с предыдущего сцеживания, я сцеживаюсь и записываю это. Вот, ну, скажу вам, рекорд, рекорд. У меня, ну, это то, что он не покушал, получается, он грудь не сосал, то я сцедила ночью, в 3 часа ночи я сцедила 17 унций. А 17 унций это... 300 плюс... 1 унций это 30 миллилитров, если что. Вот 17 унций это 300 плюс 7 умножить на 30, 210. 510 миллилитров я просто сцедила с двух. Это был рекорд. И я это зафиксировала себе так же, вот. За сегодня у меня уже 42 унция умножить на 2. И у нас сейчас только вот 2 часа дня я его покормила, ну, час назад я сцедила. Для чего я это говорю? Не знаю, для чего, но я знаю, для чего я говорю, потому что я говорю это для себя, потому что потом я буду пересматривать, когда у нас родится второй ребёнок, и я буду потом сравнивать, какие показники у меня были раньше я сцеживала, и сколько сейчас я сцеживаю. А ещё вы спрашиваете, на каком языке мы разговариваем с Натенилом. Я разговариваю с ним на русском языке и на украинском языке. Возможно, вы подумаете, зачем на украинском в Америке? Ну, русский зачем? Ну, ладно, окей, русский с вами будете общаться с родителями, с бабушками, с дедушками, с прабабушкой. Но нам надо тоже украинский язык, потому что я-то украинка, и я родилась в Украине, там у Алекса тоже корни украинские, поэтому Алекс понимает украинский, но он не разговаривает. Поэтому мы решили, что мы не против, чтобы Натенил и все наши другие детки знали украинский, читали, писали и говорили. Поэтому Алекс не может учить его, поэтому вся ответственность на мне. Тем более я учитель младших классов в Украине, я закончила младший специалист, получила образование, то я знаю, как преподавать, я знаю, как учить, я знаю всякие методики, техники, поэтому я за то, чтобы наши дети знали украинский язык в совершенстве. Поэтому я когда с ним разговариваю, у нас есть книжки, мама привезла с Украины, подарила нам. Поэтому я когда разговариваю с Натенюшкой на украинском языке, Алекс так слушает, работает в офисе, и потом я подхожу, говорю Натенюшке, давай подивимся, что робить наш тато. И я беру его, я его беру на руки и говорю, давай пойдем в офис, потому что тато працюет за компьютером. И я его привожу в кимнату, ну в офис, и говорю, ой, дивись, тато, скажи привет. И начинаю говорить украинской мовы. И Алекс таки поверачивается, говорит, ой, Натенюшка, тебе можно не так сильно хорошо говорить и знать украинский язык, как мама. А я такая, Нина потрепно разумит и говорит и украинскую мову на все 100% как мама, а так уж еще краще. И поэтому мы будем обязательно русский и украинский учить, а английский обязательно, это 100%, от него никуда не денется. Это садик пойдет, школа пойдет, он будет и так знать. Пока английский мы не говорим дома, не учим, не разговариваем с Натенилом. Вот, вот такие вот дела. Ой, наговорила на 9.24. Мы сейчас спим под прославлением, под прославлением братьев Соколовых. Сейчас я вам покажу, как он спит красиво. Привет, любимый. Кушаем орешки, да? Угу. Кстати, я еще услышала, что вы говорите меньше кушать шоколад, потому что могут быть проблемы. Я ела шоколад очень хорошо, но что-то я начала сейчас думать, может быть реально перестать потреблять шоколад в таких количествах, как я потребляла, и чуть-чуть уменьшить. Поэтому я сейчас минимализировала потребление шоколада, там одну конфетку в день, манюсеньку такую. И все. И все. Посмотрим на результат, как Натанюшка будет кушать. А сейчас, да, мы решили поить Натанюшку бутылочкой. Не знаю, может несколько дней только будем кормить, а там посмотрим. Да? Ну, кстати, ты заметил, что он сейчас очень хорошо спит, когда он напивается вот до завязочки. Да. Потому что с груди я не знаю, сколько он выпивает, и он тратит силой больше. Короче, пока спит, пока нам подходит такой вариант, метод. Ой, смотрите, нам пришел чехол на диван, на наше кресло. А вот кто наш человек. Привет, человек. Привет. Привет, наш красивый. Натанюшка. Ну что ты? Ну что ты, покушал? Ты кушал? Да. Кушал. А тебе сегодня шесть недель. И раз, два, три, четыре дня. А, шесть недель и четыре дня. Да ты что? А ну расскажи, да, расскажи, расскажи. Папа сейчас ванную набирает, да? Мы будем купаться и головку мыть. Да? Будем? Покажи, как ты следишь глазками. Ты мой славный мальчик. Ты мой красивый. А так на маму начал похожим быть. Ты на маму похож? Сейчас я вам покажу фотографии. Мои детские. Ага, я сейчас. Мне моя мама скидывает постоянно фотки. И говорит, вот, смотри. Теперь видно, в кого похож. Натанюшка. Да, Натанюшка видно. Смотрите, вот это я, маленькая. Смотрите, я и Натанюшка. Готовы? И вот я. Натанюшка. Все, папа сказал, водичка готова. Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Да, мы сейчас возьмем. Я просто хочу еще фотографии больше найти. Хочу показать, как Натанюшка похож на меня. Но в то же время он похож также на Алекса. Смотрите, вот я еще. Ну, кто это? Ну, кто это? Это моя мама. Это моя мама меня держит. Вот я. Вот такая я. Вот, я меня на ручках держит. Да. Да, и вот человек. Ты что, телефон не смотрел? Следит, как за телефоном. Моя ты радость. Знаешь, ты мой маленький мальчик. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мама тебя любит. На ты. Ой. Ой. Все, быстро поднимаем, поднимаем. Ты покупался? Маленький, ты покупался? Да. Скажи, мама. С папой головку помыли. Как всегда стараемся, чтобы те чешуечки отхотели. Но они еще есть, я вижу. Но ничего. Сказали, они в любом случае отпадут. У взрослых такое не замечалось. Да. Вытираем волосик и потом надеваем шапочку. Да, человек? Ой, какой, ой, какой чистюненько. Ты такой красивый. Ты наш самый любимый манатик. Сейчас шапочку наденем. Да. И ушки надо помыть сразу, да? Вытереть палочка. Специально ушной для дедок. Ой, смотри. Смотри, смотри. Он прям в камеру смотрит. Ой, ты прям в камеру смотрел? Малыш. Где твоя шапочка? Тебе, а вы чистый американец. Чистый американец. Чистый американец. Мой ты любимый американец. Кути-кути-кути-кути-кути-кути-кути. Ой, главное не написать на полотенце. Да, давай первым делом подгузники одевать. Вот наша стопка. Последние подгузники единичка. Не знаю, будем смотреть, как он будет расти. Если что, придется докупить. Докупить номер один. Да. Или уже будем переходить на номер два. Может быть, попочка чья-то будет очень хорошо расти. Ой, еще под коленкой. Коленушка, коленушка. Да. Он прям с первых дней так шевелился, и я поняла, чем он там толкался в животике. Я вот это, коленушка такое. Не просто ножкой, а вот коленком он всегда толкался. Вот это коленушка, да. Да. Давай. Убираем полотенечко. Шапочка. Шапочка. Где шапочка? Мишку оденем. Да? Да, давай. Или вот это. Вместе с этим. Это, кстати, шапочка с роддома. Да, малыш? Она одевается и растягивается. Ой, какой ты милый. Ты такой хороший мальчик милый. Привет. Ой, какой ты бутузик. Давай мама уберет полотенце, и ты побудешь на своей постельке. Да, и сейчас мы будем карточку надевать. Ой, ну кто же это? Ну кто же это? Давай. И вот такая сейчас карточка, вот так мы оденем. И будет малышек вот такой красивенный. И мы поедем в гости на день рождения, да? Ура!